Дорогие друзья! С вами Ёжик и сегодня я вам поведаю о крафте. Я написал специальное дополнение, которое поможет вам крафтить транспорт. Теперь вы сможете сами выбрать, какой транспорт вы хотите, чтобы люди ваши могли на сервере крафтить. Ну, допустим, может для каких-то передвижений, а может кто-то захочет что-то более глобальное, собрать кучу всяких для крафта моментов, чтобы скрафтить какую-то боевую машину. У каждого, я думаю, будут на этот вопрос свои нужды. Итак, давайте перейдем к технической части. Там на самом деле не сильно много. Я просто расскажу, объясню, что да как работает и как подключить. Ну, все по стандарту. Опять же, я подготовил, как всегда, специально для вас уже пакет. Называется он Vehicle Craft. Вот тут будет сам аддон. Его нужно будет взять, скопировать и просто вставить в Exile Server аддоны на вашем этом сервере. Вот вставить. Все, мы его вставили. Больше тут нам ничего делать не нужно. Итак, мы идем дальше. Идем в MP Missions сразу. Открываем нашу карту. Не обращайте внимания, что я пишу Maldon. Многие говорят, это только для Maldon. Нет. Это не только для Maldon. Я делаю все для Exile. Ну, в частности, сейчас я и вообще не затрагиваю. Я от него давно ушел, потому что они ничего не суетятся и ничего нормального не делают. Итак, ну, в общем говоря, перейдем к нашему пакету. Да, вот мы тут. Перейдем к нашему пакету. MP Missions. Значит, смотрите. У вас есть Custom и коды HPP. Если у вас этого нету, тогда вы просто закидываете коды HPP. Если у вас, допустим, уже есть, вы, допустим, с предыдущих каких-то моих уроков или вообще вы сами какой-то файл подрубали, это для конфигурации. То есть, это конфигурации, в которых уже подрублены в классе CFG Exile Custom Code уже есть у вас подрубленный какой-то Include. И в него можно уже будет именно в этот файл уже впихивать дополнительно тот код, который у меня написан, собственно говоря, в самом Custom Code. Так что вы можете обратить внимание. Можете просто подрубить мой Custom Code. В принципе, вот таким вот способом я специально кинул вам пример в конфиг ЦПП. Это именно примеры, что нужно сделать. Сейчас, получается, у меня уже существует, поэтому я открою и просто скопирую вот эту строку и вставлю ее вот сюда вниз. Все, сохраню. Так, теперь мне нужно закинуть Excel Client. Если у вас папочки такой нету, вы можете просто закинуть, как у меня. Вот, а нет, тогда вот просто я копирую и вставляю к своим. У меня уже просто есть файлы. И я вставляю к своим файлам. Дальше я открываю конфиг ЦПП и все по порядку, как вот я открыл на примере. Где он? Потерялся я. Так, коды мы закрываем, коды закрываем. И вот наш пример. Значит, смотрите, находим Exile Abstract Crafting Recept. Так, копируем. Вот оно. Здесь не хватает у нас одного параметра, нового. Это вот этот. Vehicle Item. Мы его добавляем. Сюда. Сохраняем. Дальше. Дальше вот пример, как создавать сам крафт. Я уже делал видео по крафту. Вы можете его более ранее найти. Но мы еще можем пробежаться с вами. Но я касательно техники пробегусь. Итак, берем, копируем. И вот у нас начинается CFG Crafting Recipes. Мы идем в самый конец. Вот они идут, 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 идут. Это все крафтинги. Вот они заканчиваются. И вот после последнего крафта мы добавляем наш пример, допустим. Это будет велосипед спавнить. Так, Picture Item. Ну, тут это на саму картинку. Но мне кажется, тут надо не просто писать Exile Bike, Mountain Bike, а скорее всего на саму картинку, ссылку. Вот, на иконку данного автомобиля. Вот, но я не буду на этом заостряться. В принципе, это не важно. Вот. Так. Значит, смотрите. Компоненты. Это что нужно для того, чтобы скрафтить наш байк? Return Items. Это то, что мы получаем на выходе. То есть мы пишем 1 и пишем название класса нашего транспорта, которого мы хотим скрафтить. А здесь компоненты. Вы можете их сколько угодно писать. То есть берете, ставите запятую и погнали. Там разные, что вы там хотите, сюда пишите. Допустим, тут идет изолента. Можно там еще добавить что-то, еще что-то и будет несколько штук. Вот. Добавляем опять же параметр Vehicle Item. И тогда у нас будут идти обращения на мой аддон, если мы это сделаем. Вот. Собственно говоря, почти все. И последний момент. Ну, это если у вас его нету. У меня уже есть. Еще раз повторюсь. Вот. У меня уже подключен. Поэтому мне уже подключать здесь ничего не надо. А вообще у вас, если не будет моего кода HPP, или у вас будет другой какой-то подключен файл, вы можете в него закинуть, как я и говорил уже ранее. Ну, а теперь сейчас я вам покажу, как это вообще работает, чтобы вы понимали. Так, сохранить. Все, мы сохранили. И нам остается запустить только сервер. Но перед этим я хочу вам показать, что я изменил. То есть, открываем этот файл, который мы закинули новый. И, по сути, я просто изменил вот эту часть. То есть, я добавил еще одно условие, которое ссылается на Craft Vehicle. Данный файл, он находится именно в том аддоне, куда он отправляет данные. И вот я добавил это именно в Эхиклитем новый параметр, чтобы его получить. После чего я его вот проверяю. Если он равен 1, то я отправляю на аддон. Что, собственно говоря, в моем аддоне. В моем аддоне. Сейчас я вам разархивирую. Ну, точнее, расппбошу. В моем аддоне тут, в принципе, один файл. Вот он он. Он, собственно говоря, и спавнит нашу технику. Вот и все. Он спавнит и вас сразу уже садит в нее за руль. Собственно говоря, это и все. Давайте теперь посмотрим, как это выглядит в самой игре. Итак, ну давайте теперь протестируем. У меня уже сразу заготовлена изолента. И я просто теперь беру, нажимаю на нее. Нажимаем рецепт. Вот что мы можем сделать. И вот появилась именно наша новая запись. Да, то есть наш новый крафт, который мы можем сделать. Это Deploy Bike. И мы на него нажимаем. У нас все для этого есть. И мы делаем крафт. После чего нас сразу садит на него. И мы можем уже спокойненько дальше заниматься своими делами. Собственно говоря, вот и все. Надеюсь, вам поможет. Не знаю, возможно, уже в новом обновлении Exile будет возможность добавления техники. Все равно, в любом случае, они когда-то это сделают. И мой скрипт уже будет абсолютно бесполезен. Но на данный момент, я думаю, еще может кому-то пригодиться. В общем, всем спасибо за внимание. С вами был Ёжик. Всем пока.